Доброе утро, друзья! Сейчас повторяю, прямой эфир 450945, телефон прямого эфира, вы можете звонить, задавать вопросы, смс-сообщение можно присылать на номер 8921 045 1045 и вайбер и ватсап, тот же самый номер, пожалуйста, интересуйтесь. Давайте мы вот с чего начнем. Сегодня у нас понедельник, 26 сентября, и на этой неделе наступит день X, 1 октября, когда должны произойти грандиозные изменения в работе общественного транспорта Мурманской области. Андрей, ну я бы так не назвал, прям грандиозные изменения, часы X и так далее. Ну, по крайней мере, нет, ну... Знаете, реклама блокбастера, сейчас у нас... Об этом столько уже говорят, столько уже говорят. Тут я уже видел сюжеты, как эти бедные кондукторы, как они обучаются, вот, они там валидаторы, может, многие из них в первый раз в жизни увидели и слово такое услышали, да? Ну, на самом деле, часы X для нас уже наступил давно, если так выражаться, да, потому что процесс действительно, он очень, ну, достаточно глобальный, если брать в масштабах Мурманской области. Надо сказать, что эта система будет внедряться и внедряется на всей территории Мурманской области, во всех муниципальных образованиях, где оказываются услуги общественного транспорта и происходит перевозка по льготным проездным билетам. Школьники, студенты, граждане, имеющие право пользоваться единоциальным проездным билетом. Начали мы это еще прорабатывать еще в начале года, там финансовую модель определяли, готовились к конкурсу, это все в мае началось. Сейчас мы постепенно, поэтапно приходим уже к тестовой, к началу тестовой эксплуатации, которая начнется с 1 октября. Подготовка очень активная была, это необходима была настройка и программного обеспечения, оборудование, серверы и так далее, и так далее, очень много чего. Последний месяц активно шло обучение у нас кондукторов, потому что вовлечено сюда очень много людей, это только персонала необходимо обучить, свыше 600 человек. Понятно, что это человеческий фактор и, конечно, максимально необходимо предусмотреть все какие-то возможные проблемные моменты. Я не исключаю, конечно, что будут у нас и сложности какие-то, да, уже когда по факту начнут люди пользоваться и валидаторами, вот нашими проездными билетами. Ну, я думаю, на то она и тестовая эксплуатация, чтобы уже, так скажем, попытаться до введения в некую промышленную эксплуатацию устранить эти все замечания. Дмитрий Алексеевич, вот вопросы надо задавать нахальные. Ну, на самом деле система, она есть, так скажем, два кардинальных у нее направления, для чего она вводится. Первое, это все-таки нам необходимо с транспортниками разобраться с количеством выполняемой транспортной работы. Опять там есть два направления. Первое, нам необходимо посчитать то количество льготных пассажиров, которые возят транспортные организации. Сейчас не секрет, что на самом деле у нас с ними договорные отношения, и мы за каждого перевезенного льготника мы платим им деньги. Но ведь сейчас льготников стало меньше. Я помню раньше, вот когда в троллейбусах вывешивались все эти правила, так самый длинный пункт был, это льготники. Там вот столько было. 54 категории было. Во, во, вот, пожалуйста. А сейчас все проще, сейчас все вот эти категории, они сведены к одному, что человек либо имеет право приобретать иносоциальный проездной билет, либо нет. В зависимости от дохода месячного. Ну, сейчас, да, сейчас введено, так скажем, начало, так скажем, адресного оказания этих услуг социальных. Но вот смотрите, у нас постоянно существует вот некая такая коллизия, да. А мы с ними расплачиваемся вот за проездной билет. А сколько льготник по нему проехал там? 30 раз, 20 раз. А здесь будет учитываться количество поездок. 70, да. К нам транспортники предъявляют претензии, говорят, у нас среднее количество поездок на один проездной, там, 70 поездок на льготный. А вы платите нам за 50. Почему? Ну, говорю, ну, давайте посчитаем их. Вот мы начинаем их считать, да. И, соответственно, будем за каждого. А может быть, 20 раз. Хорошо. А вы посчитаете, кто прослезится, вы или транспортники? Мы давайте вот сначала посчитаем, а потом будем определять, кто будет плакать. Еще более того, мы в прошлом году ввели, так скажем, погашение межтарифной разницы транспортникам, да. Не секрет, что себестоимость поездки одного пассажира, например, в городском сообщении, она гораздо выше, нежели сейчас стоимость проездки. Да, да, да. Ну, условно, 30 рублей стоит себестоимость одного перевезенного пассажира. А стоимость проездного населения 25. Транспортники говорят, так нам надо доплачивать за тех, кого мы перевезли. Ну, в Москве билет проездной 50 рублей стоит. Ну. Там что на метро, что на автобусе, что на чем. Так у нас тоже это все возможно при введении вот этой системы. И вот за каждого перевезенного пассажира мы доплачиваем транспортникам там 5 рублей условно. Потому что у каждого предприятия там своя себестоимость. Ну, это как бы наша задача. Подождите, подождите, подождите. Я правильно вас понял, что если вы все это вот при помощи всей этой новой техники все исследуете, то потом экономически обоснованно сможете поднять цену на билет с 25 рублей сразу до 40, что ли? А это другая история совсем. Давайте я сейчас... Как это другая? Ну, вот я сейчас... Давайте поясню. Значит, мы вот посчитали всех, да. На самом деле стоимость производства для населения и себестоимость перевозки одного пассажира, это две величины, которые не связаны между собой. Значит, считается себестоимость, да, определяется, сколько бы она ни была. Вот у меня, например, есть пример, что в Снежногорском АТП, это предприятие, которое перевозит там Гаджиево, Полярное и Снежногорск пассажиров, у них себестоимость поездки, она составляет там 48 рублей. Но это не значит, что... Ну, потому что предприятие, оно существует, но объем перевозок не такой большой. Ну, вот себестоимость поездки, она объективна, она подтверждена документами, подтверждена комитетом по тарифному регулированию, но это не значит, что стоимость поездки должна быть 50. А что же им делать-то? А вот, соответственно, мы и для того, чтобы... Клянчить денег у областного правительства. Ну, получается таким образом, да, что мы берем на себя вот эту нагрузку, да, определяем стоимость проезда для населения, условно, вот сейчас она 25 рублей, и вот эту межтарифную разницу мы предприятию доплачиваем, чтобы для населения стоимость проезда не выросла, и чтобы предприятие могло как минимум окупать свои заходы. Ну, хорошо, а нельзя там... Вот сейчас такое слово, оно с одной стороны модное, а с другой стороны жутко для многих звучит, оптимизировать работу этого автотранспортного предприятия в Снежногорске. Если объем пассажирских перевозок невелик, может быть... Ну, тем не менее, это востребовано, да. И поверьте, вот с точки зрения оптимизации такого сейчас нет, что там в том же самом Снежногорске автобусы через каждые 5 минут приходят, и все они пустые, такого нет. Да, это все отсматривается, отслеживается. Кстати, вот система, она как раз призвана и отслеживать пассажиропоток. Ну, это вот как бы задача, да. А вторая, второй смысл. Мы перейдем, вот я надеюсь, уже в конце этого года начнется введение электронных кошельков. Не нужно будет каждый раз там стоять, каждый месяц стоять за проездным в ларек. Через интернет можно все спокойно пополнить. Можно будет расплачиваться обычной банковской картой через систему PSOA и так далее. Мы можем уже, так скажем, вводить много видов проездных билетов, там, недельный, суточный, там, полугодовой, какой угодно. Да, и это дает очень широкие возможности. И на самом деле, и думаю, оборот наличных денег, он снизится, да. Это будет удобнее пассажирам и кондукторам. Это просто дает дополнительное удобство. Я понимаю, дополнительное удобство. Все правильно. Дмитрий Алексеевич, согласитесь, вот эти вот льготные проездные билеты, как правило, на них имеют право люди, которые, ну, взрослые совсем уже, скажем так. Опытные. Опытные. Да, да, отличное слово, опытные. Ну, я думаю, далеко не всех у них хорошие отношения с интернетом и со всеми прочими этими современными прибамбасами. Или же нет? Вы в этом плане какое-то исследование проводили? Так, а на самом деле, вот сейчас ничего не меняется. Вот мы делаем так, чтобы максимально мягко внедрить эту систему. Сейчас схема остается одна и та же, да. Вот сейчас с 19 сентября мы приступили к реализации билета. Они отличаются от предыдущих только тем, что внутри в него зашит чип. Ну да, ну это понятно. Человек приходит, в ларек платит деньги, ему дают вот этот чипированный билет, он заходит в транспорт, там, начиная с 1 октября. Так его и производство дороже, наверное, такого. Ну там не критично на самом деле, да, не критично. Вот, он дает, он кондуктор, он, да, либо сам прикладывает к валидатору, либо кондуктор прикладывает этот билет к валидатору. Все, ничего остальное не меняется. Дальше мы, вот я не договорил, да, с 1 октября мы начинаем тестовую эксплуатацию. Это не значит, что в каждом транспорт, в каждом автобусе, троллейбусе будет кондуктор с валидатором. Мы делаем это, так скажем, ну точечно. Несколько валидаторов будет на троллейбусах, несколько на автобусах, несколько там в пригороде, чтобы сразу нам какой-то наработать первоначальный массив информации, чтобы думать над чем, что нужно улучшить, как работать в час пик, как реагируют кондукторы, как реагируют пассажиры. Это все надо уже на практике смотреть. Дмитрий Алексеевич, скажите, пожалуйста, а вот наше правительство областное, мы в очередь стояли, чтобы нам разрешили это сделать? Я почему спрашиваю? Потому что у меня родители живут в Ленинградской области, и они этим пользуются уже лет пять, наверное. Так это нормально. То есть я уже давным-давно увидел эти валидаторы, и как там вот мои родители, люди пожилые, им по 85 лет, они вот так вот там абсолютно разбираются, как что, раз, билеты, мы там считали, все, поехали и все такое прочее. Очереди никакой нет, это чисто наше решение, да, нужно было к нему подготовиться, нужно было изучить все, так скажем, и программные комплексы, которые есть, и оборудование, и так далее. Работа такая велась, но вот сейчас, говорю, мы сейчас в финальной стадии. А вы ориентировались на какую-то область или на какой-то областной центр, который схож там, ну, по количеству пассажиропотока с Мурманским? Ну, конечно, конечно, ориентировались, и в командировку выезжали, и смотрели, как вся история работает, и программные комплексы смотрели, и так далее. Поэтому это не наобум, это все было сделано. А вот смотрите, вы сказали, что это будет как там, в тестовом режиме, все это дело заработает. Но ведь вы в уме держите, что в тестовом режиме поработает, оправдает себя, и потом будет введено повсеместно. Я так ведь понимаю? Абсолютно, абсолютно так. И надолго ли затянется этот тестовый режим, или это трудно спрогнозировать? Нет, на самом деле не трудно. Я думаю, вот мы сейчас первую информацию уже будем получать с 1 октября. Мы где-то на всю область сейчас начнут действовать, там порядка 50-60 валидаторов в разных направлениях по транспорту, в разных муниципалитетах. Мы какой-то первоначальный массив данных получим, и потом, я думаю, в течение двух недель уже, сделав какие-то уже выводы, уже, я думаю, все кондукторы будут с валидаторами этими работать. А скажите, это вот только внутригородской транспорт, или междугородний тоже? Значит, система вводится на внутримуниципальном транспорте, это обычные городские перевозки, и пригородные. Междугородние перевозки, они в эту систему не входят. А пригородные имеются ли в виду, там, допустим, Мурманск, Мыс, Мурмаши? Мурманск-Мурмаши, Мурманск-Аэропорт, Мурманск-Североморск, это пригородные перевозки. Междугородние, это такие, там, Мурманск-Кировск, Мурманск-Андалакши, Ленигорск и так далее. Понятно, да, 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 да. Ну, это, да, отдельное, отдельное, отдельное. Я думаю, все пассажиры, кто пользуются пригородным транспортом Они знают, что ездят на пригородном транспорте Так вот смотрите, я купил, допустим, этот льготный проездной с чипом и все такое прочее Начал ездить, и я потратил денег гораздо больше, чем заплатил за этот Так это не ваша забота Это не моя забота Это для ваших исследований, опять же Для нашей информации Да, да, да Вы, если вы льготник, вы, так скажем, приобрели этот билет, да, и все Правительство Мурманской области полностью оплачивает все ваши поездки, сколько вы бы их не совершили Для вас вы совершенно не заботитесь о том, сколько вам раз нужно проехать Понятно Ну, я хочу еще дополнить, что у нас остается опция, так скажем, зайти просто в автобус-троллейбус, дать деньги кондуктору, да, и получить билет То есть это все тоже само остается Ну, а как без этого-то? Не, ну мало ли сложится мнение, что только по картам ездят, только приобретать нет Это совсем, да, да, да Плюс еще там все проезды у нас будут реализоваться через отделение почты, да, поэтому максимально Снимайте с языка вопрос, я даже рот открыл, не увеличится ли количество пунктов продажи Ну, по-мурманску их порядка 50, я думаю Ну, если на почте еще можно будет купить, да, это вообще Можно Наверное, никаких совершенно проблем не будет Так что готовимся по полной программе Готовимся, да, в субботу все, друзья, в субботу все это дело начнется, значит, можно будет увидеть новомодная для нашей области штуку такую Которая называется «Валидатор» Не надо его бояться Не надо его бояться Может, вам и не повезет, валидатор можете увидеть, потому что не у всех они будут Тогда почаще меняйте общественный транспорт, одну остановку на одном, другую на следующем Найдите валидатор, называется акция Найдите валидатор, посмотрите, да, найди валидатор Вот, вот точно, найдите валидатор и сообщите в министерство, как вам понравилось или нет Да, 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 интересно, да, да Ну, адрес министерства легко найдете на официальном портале правительства Мурманской области И электронную почту министра найдете, все, что угодно найдете А, у нас есть звонок, алло Алло Добрый день Здравствуйте А я куда попала? Вы попали на радио, на телевидение, с министром можете поговорить Хочу задать вопрос, слушаю передачу и смотрю, что вот эти вот новые будут проездные Да А я, я сама ветеран труда Вот, но я работаю, пенсия моя 15 тысяч У меня из этого нужно заплатить 8 тысяч за квартиру Плюс еще и капитальный ремонт И плюс я должна, лишили меня, как говорится, социально-проездного билета Я плачу 1600, так как я рабочая А вас как зовут? А меня Нина Николаевна Нина Николаевна, то есть получается, что ваш доход вышит и вам не положен социальный проездной, да? Ну, решили, что так Так я-то работаю, вот смотрите, у меня сахарный диабет Я тест-полоски должна сама купить Кроме этого, у меня гипертония Нина Николаевна, так вопрос-то ваш в чем? Так в том, что о нас-то, о пенсионерах, не заботится наше государство и наша администрация Поймите правильно, я работаю, так я лишена Посмотрите, индексации пенсии, у нас нету работающих пенсионеров Платим мы за проездной 1600 И вот эти чипы, или как их называют, проездные Появятся Мы что, не имеем права, чтобы лишний раз куда-то съездить? Понятно Не этого лишили нас, да кроме этого, у меня сколько болячек, я от трех до пяти тысяч Нина Николаевна, вы меня, пожалуйста, извините, ваши вопросы, они скорее к федеральному правительству Чтобы мне хоть немножко пожить еще И у государства не прошу помощи Я-то с вами согласен, я знаю, там они понимают, что пенсионеры самые богатые люди Ага, я бы согласилась, чтобы мне все, как говорится, дырочки заткнуть Я бы на годик с одним из депутатов, и с господином Ковтун, и с господином Вегером Своей пенсией махнулась бы, они бы пожили на 15 тысяч Или я 15-16 заработаю на 35 тысяч Нина Николаевна, спасибо, спасибо вам за звонок Я понимаю ваши беды, да, спасибо Андрей, да, ну на самом деле еще хотелось бы отметить, что сейчас Нина Николаевна наверняка говорила, да, про тех наших земляков, да, которые по уровню дохода либо имеют право приобретать Совершенно, я тоже так понял, да, да, да Но у нас здесь абсолютно ничего не меняется Есть установленный там прожиточный минимум, там двухсполинократный его размер, да, и наших... Я, к сожалению, сейчас вот не помню конкретно до рублей, да, сколько должен составлять совокупный доход И решение там, имеет человек право на приобретение льготного билета, либо нет Принимает Министерство у нас по социальному развитию через органы социообеспечения То есть схема остается та же самая, здесь у нас ничего не меняется Я вот, честно говоря, не ожидал, что мы так много времени программы посвятим вот этому новшеству Но, с другой стороны, новшество, оно новшество и есть Наоборот, пускай люди лучше знают Да, пускай лучше знают, лучше ориентируются Проинформирован, значит, вооружение Ну, здесь вот действительно, просто мы... Нас, наверное, слова сами пугают Валидатор, тосик Ну, как-то вот, ну, не надо этого бояться Не надо бояться, да Дмитрий Алексеевич, вот осень, понятное дело, это для вашего министерства подведение итогов Что сделали за короткое, за полярное лето Там сколько, ну, все-таки, будем говорить, километров, уж они метров дорог отремонтировали И вот мы с вами говорили перед эфиром, да Три главные вещи, которым руководствуется министерство Определяя план ремонтных работ, допустим, на следующий год Это наличие средств, качество дороги и интенсивность движения по ней Вот от этого вы не отступаете Нет, конечно, нет, не отступаем У нас вся эта схема достаточно проработана, да Мы сейчас собираем предложения и от депутатов, и от глав администрации Ну и основное, конечно, это Есть у нас казенное учреждение по двенадцатому Минтрансу Мурманск Автодор Которые на основании данных, уже инструментальных данных Специализированной лаборатории Готовят предложения по плану ремонтов на 2017 год Кстати, наши радиослушатели тоже могут присоединиться Свои пожелания нам отправить на почту И мы будем их рассматривать при любом рассказе Давайте мы подробно об этом поговорим уже после рекламы Сейчас реклама на Большом Радио и Арктик ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Свой дом на своей земле Предрейсовый медицинский осмотр водителей Выгодные условия В городском центре здоровья на Лобово 4 Телефон 994 768 Стирают машины носки и футболку Разумная загрузка такая Машина не любит трудиться без стола Но жаль, что все это знают Не надо ее и битком набивать Мои правила эти должны соблюдать Как в случае первого, так и в втором Процентов на 10-15 Электроэнергии будет расход Значительно повышаться Семейный бюджет потеряет рубли На них-то мы много купить бы могли Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 ТЕБНО่ КОНЕЦ Алло Сегодня Хорошо Мам, я где-то? Мы снова в прямом эфире. Дмитрий Соснин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области в эфире Большого радио и Арктик ТВ. У нас есть телефонный звонок. Алло. Алло, говорите. Доброе утро. Вы можете погромче немного? Отлично. Вас как зовут? Здравствуйте. Меня зовут Константин. Константин, пожалуйста, ваш вопрос. К сожалению, сначала слушал интересную беседу. Вопрос, связанный с парковками в городе Мурманске и, соответственно, в муниципалитетах. Как-то есть какая-то программа по решению этого вопроса? Потому что, ну, понимаете прекрасно все, что и дворы, и дороги переполнены машинами. Ага, ну, вопрос понятен. Спасибо большое за вопрос. Константин, да, в каждом муниципальном образовании есть программы по развитию парковок, да, но вот, к сожалению, даже те программные направления, которые могут там униципалитеты реализовать, они не поспевают за приростом личного транспорта. Мы там за последние лет пять, наверное, приросли процентов на сорок. Конечно, там уличная сеть, которая планировалась, она не способна вынести той нагрузки. А какой же выход из положения? Может, дороги-то расширять нам некуда? Я имею в виду проезжую часть. Дороги расширять некуда, но, на самом деле, я думаю, мурманчане вот уже, так скажем, почувствовали, что когда объездная дорога заработала, все-таки, как ни крути, пробок стало меньше в городе, да? Все-таки город три улицы в ширину, это все-таки сложно. Ну, согласен, да. Ну, более подробно, конечно, это в городе Мурманске, там в каждом муниципалитете надо выснять, но я знаю, что в каждом городе такая программа есть, потребность в этом есть. К сожалению, это вопрос таки инфраструктурный, да, и решаются они очень долго и тяжело. Поэтому в ближайшее время какого-то кардинального изменения ситуации не предстоит, но потихонечку-потихонечку эти вопросы... Давайте мы дальше побежим, у нас время тает. Значит, вот вы говорили, что планируя ремонтные работы на дорогах Мурманской области нашего регионального подчинения, вы плотно работаете с депутатами, с общественностью, то-се, пятое-десятое. Понимаете, у меня складывается впечатление, что все до определенной степени какая-то игра. Вы профессионалы, а мы любители, а, не любители, а общественники. Вам лучше знать, где дороги более нуждаются в ремонте, где более интенсивное движение и на что хватит денег. Мы этого не знаем. На самом деле, вот не надо быть профессионалом, да, любой автолюбитель, он едет по дороге, либо ему хорошо и комфортно, либо нет, либо плохо. Вот, основной критерий. Да, сколько, что нужно для людей. Хорошо. Никому это не важно. Нет, нет, это не важно, с одной стороны. А с другой стороны, он проехал по этой дороге туда, а потом через месяц обратно. Вот, ему было плохо. И он говорит, ребята, мне плохо. А выясняется, что кроме него еще три автолюбителя за этот месяц по ней проехали. Ну, Андрей, это с одной стороны, конечно, мы абсолютно, у нас есть абсолютно четкая информация по всем дорогам. У нас проводится инструментальный анализ, да, и мы, конечно, самостоятельно формируем план ремонтов. Но, есть одно но, и оно очень важное. Мы при любом, в любом случае реагируем на те предложения, которым нам и отправляют и депутаты, и глава администрации образования, потому что сеть, она очень протяженная, да, есть моменты, которые... Которые вы можете упустить. Да, да, да. То есть вы именно поэтому реагируете, а не потому, что вы должны отреагировать, потому что ваш адрес поступило. Нет, нет. То есть вы по-честному реагируете. По-честному. У нас телефонный звонок. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вас как зовут? Меня зовут Татьяна. Татьяна, пожалуйста. Значит, у меня таких два небольших вопросика. Давайте. Первый. Это, значит, когда ремонтируют дороги, значит, накопают дыры этих квадратиков, полосочек, и несколько дней все это стоит. Когда вот это вот такое прекратится? Когда будут сразу делать? Ну, маленькими кусочками, может быть, лучше сделать. И второй вопрос. Значит, вот улица наша от, скажем так, ну, практически от Петушинки, по-старому называется, и до Траловой. Там нет ни пешеходных троп, ничего нет. Машины летят, черт знает как. Нет ни лежачего полицейского, в конце концов. Вы знаете, вот там вот жилые массивы все-таки есть, два общежития, есть такие частные дома, училища, детей столько ходят. Ведь недавно там... Там около училища даже светофор есть. Когда? Там убрали даже пешеходный переход, знак пешеходного перехода. Только у поликлиники, у бывшей Сифрыбовской. И вот зимой, например, если летом еще можно пройти там где-то по обочинке, то зимой там надо или ползти по колено, если не по поясу, в снегу, или по дороге надо идти, чтобы тебя сшибла машина. Я так понимаю, это не дорога регионального значения, это улица города. Спасибо вам, Татьяна. Ну, тем не менее, Татьяна, ну, по поводу вот организации работ, когда происходит первичное там снятие старого покрытия, это фрезеровка производится, да, а потом только укладка асфальта. Все дело в том, что это, так скажем, разные машины, оборудование в этом принимают участие. При любом, в любом случае... Паузы неизбежны, вы хотите сказать? Да, ну, конечно, да, паузы неизбежны, потому что сначала фрезеруется, потом заливается там вяжущий, если необходимо, добавляется там щебень и так далее. Некоторое, скажем так, время потребуется это все-таки, да. Конечно, хотелось бы, чтобы минимальные сроки, вот между вот этими работами проводились, но, к сожалению, подрядчики не всегда это могут сделать. Но, тем не менее, да, в любом случае, так скажем, вот эти стыковки там со старого покрытия на новый переход, они должны быть подготовлены для того, чтобы не носить ущерба для машин. Если этого не происходит, конечно, нужно жаловаться на дорожников, на заказчиков этих работ. По поводу городских дорог, ну, абсолютно четко, правильно вы сказали, что там есть проблемная дорога. К сожалению, пока в городе Мурманске не предусмотрено вот на данный момент, какая у меня есть информация в решении данного вопроса, поэтому, ну, поработаем с коллегами из администрации города Мурманска. Дмитрий Алексеевич, две минуты у нас осталось, значит, я не могу не спросить то, о чем мы с вами говорили. В прошлый раз вы были в этой студии, мы с вами точно так же сидели, разговаривали, было это в начале лета, и говорили о строительстве железной дороги на западном берегу Кольского залива. И вы сказали, что вот осенью вы будете готовы журналистов вывести и даже провести там пресс-конференцию. Понимаете, вот может сложиться у человека впечатление, что одно из двух, либо дорога не строится, либо она строится в обстановке такой секретности, что нам сопливым не положено ничего об этом знать. И одно плохо, и другое плохо. Повезете людей? Повезем, конечно. Когда? Ну, давайте в первой декаде октября. В первой декаде октября. Друзья, в первой декаде октября правительство Мурманской области организует вывоз журналистов на строительство железной дороги на западном берегу Кольского залива, и там можно будет задать министру, а может быть и не только министру, там каким-то, может, узким специалистам, а может, наоборот, специалистам каким-то более высоким. Не, ну, есть там генеральный подрядчик, который, я думаю, все и по технической части ответит на вопросы, да, и по планам, и по перспективам постройки, поэтому никакой секретности там нет. Так вот, нет, ну, действительно, я не знаю, если она строится, так, ребята, вы должны об этом кричать, что смотрите, сколько у нас тут шума. У нас угольный терминал в центре города, у нас там апатитовый терминал в центре города, да что же это такое? Так вот, ребята, построят дорогу, перенесут туда, все, дорога строится, так вы нам там покажите. Покажем, Андрей, покажем. Все, договорились. Дмитрий Алексеевич, большое спасибо, что вы пришли к нам в эфир, нашли время. Друзья, я напоминаю, сегодня в прямом эфире Арктик ТВ и Большого Радио был министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин. До свидания, увидимся и услышимся. До свидания, всего хорошего.